В этом году, в субботу перед вербным воскресением, когда мы ездили в Гатчину, в дворец и в парк, и я тебе пытался доказать, что Вселенная тварная. Ну или по-другому, это шестое, всего пять доказательств существования Бога. Ну да, шестое доказательств существования Бога. Вот Игорь в прошлый раз говорил про вероятность, и здесь тоже про вероятность. Ну вот если мы возьмем из некоторого множества событий, ну типов событий, пару, причем... Можно на пару? Если мы возьмем из некоторого множества событий пару, причем одно из типов событий в этой паре самое маловероятное, а другое самое высоковероятное, то на любом, сколь угодно, продолжительном отрезке времени, количество их реализаций будет отличаться. Ну что очевидно. Вот, но, значит, ну это парадокс бесконечности. А в бесконечности, если мы возьмем ту же пару событий, количество их реализаций будет равно. И то, и другое будет реализовано бесконечное количество раз. И таким образом, при... Почему? Если у них разные вероятности... Ну потому что бесконечность. Тут никто не возродил. Бесконечность и количество их реализаций двух событий, одно из которых на конечном отрезке времени самое маловероятное, а второе, самое высоковероятное, на бесконечном времени их количество реализаций будет равно. И равно оно будет бесконечности. Бесконечность равно бесконечности. Это как бы... Да, бесконечность равно бесконечности. Но это не аргумент. Некорректно. Ты берешь, например, начинаешь считать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А теперь будешь считать 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 5, 5, 5, 5. То есть на любом конечном периоде ясно, что у тебя цифры больше, да? Который у тебя с половинкой, в два раза. Но на бесконечном периоде ясно, что они будут счетно, это будет одно и то же множество. Ну, это же ни о чем не говорит. Да? Да? Да. Ни о чем же это не говорит, по сути. Их будет одинаковое количество. Это мой любимый парадокс с Дедом Морозом. Да? Без конца повторяем. Не будет одинаковое количество. Да будет, будет. Не количество, а будет и бесконечное. А то бесконечное, и это бесконечное. То есть не измерься. То есть вы говорите о том, что бесконечное нам не измерить. Вот так, да? Ну, бесконечное. Потому что ты делаешь другое понятие измеримости. Да и другое. А когда нет, тогда возникает вопрос, что все счетные множества друг другу как бы эквивалентны. Ну, тогда все надо заканчивать. Нет, но все-таки, давайте послушаем, все-таки, к чему бы этот довод отсылал. А, ну и вот, тогда, смотрите, на бесконечном отрезке времени, но его отрезком нельзя называть, на бесконечности, количество реализации всех, ну, потенциальное количество реализации всех событий, из бесконечного множества всех событий, будет равно. Ну, что очевидно. Для начала взяли пару, потом раз, без нарушения общности рассуждений, перенесли их на все события. И количество реализации их, и попарное, и отнесенное каждое ко всем, будет равно бесконечности. Ну, это понятно, что блондинка выходит из этого, из дома. Да, и думает. И одна, да. Сколько же встречу динозавров? Ну, это, жизнь блондинки, она ограничена. Нет, ну, так, на самом деле, если бы она бесконечное количество, так-то она вообще, конечно, никогда бы не встретила бы динозавров вообще. Ну, если бы она в бесконечное время жила, а если бы она жила бесконечное количество времени, то количество встречных и не встречных динозавров было бы равно своей логике. Да, да. Но это не так все-таки. Не так? Ну, да. А, ну, второй раз, я предлагаю. Тогда второй раз, я предлагаю, закончить. Понятно. Есть еще, хочу заметить, из этой области есть великая теорема Паун-Каре о возвращении. Всего сейчас в гипотезе Паун-Каре о связи с переноманом говоря. Она состоит в том, что если у тебя есть некоторая система, то всегда найдется такой промежуток времени, что эта система, как бы, оказывается в первоначальном состоянии, сколько угодно известной точностью. Вот такая. Ну, система, в смысле, не абы какая, а совершающая, так бы, какие-то финипные движения. Ну, какие-то движения. Так это тогда, если я тогда другими словами рассказываю про Докс-Паун-Каре, да, сам того не знаю. Немного, да, да. Ты говоришь немножко, немного, немного об этом. Но ты почему-то здесь говоришь о вероятности, а как? Паун-Каре же не о вероятности говорит. У него это жесткий результат, несвязанность с вероятностью. Понимаешь, да, она состоит. Так и я жестко. У тебя есть некоторое состояние А, в котором находится система. И вопрос, когда она снова окажется в этом же состоянии, а сколько угодно подходящей точностью? Окажется через некоторое время. Ну, хочу заметить, мне впервые заскать не нужна. Извиняюсь, я же. Ну, вот. Таков, значит, расклад. Вот, если мы расширим... Она же в некий тезиснейшее разрешение. Распространим предположение о равности количества реализаций любых событий из множества всех событий на бесконечное время, то получится, что при условии, что к множеству всех событий принадлежит в том числе и событие уничтожения Вселенной, то за бесконечное время, ну, если предположить, что Вселенная вечная, прошедшая от минус бесконечности до текущего нашего состояния пребывания вот здесь вот, потенциальное количество реализаций событий и уничтожения Вселенной тоже было бесконечным. Ну вот, таким образом... Но счетно. Но счетно? Не, я спрашиваю, не счетно? Не, не счетно. Не счетно тоже, континуально будет? Не, не континуально. Я думаю, что-то счетно. Счетно? Ну. Это я издеваюсь просто. А, да. Ну, я тебе предлагал издеваться через три недели, Игорь, и не надо мной. Не, хорошо. Вот. И, смотрите, я просто довод нашел, тогда Стас говорит. Ты что тогда сказал? Нет, не помню. Первое, за что Стас прицепился, это, ну, не прицепился, заметил, что событие уничтожения Вселенной может быть невозможным. То есть, невозможные события не реализуются. И за прошедшее время с вербного воскресенья, я только об этом и думал, вот, и нашел ответ. Вот. Ну, собственно, поэтому я и хотел, Стас, в твоем присутствии его огласить. Ну, понятно, да, зафиксируем, что тогда Стас мне возразил? Что существуют события невероятные, невозможные. Да. Не просто очень-очень маловероятные, а невозможные. Да. Вот. И тогда, это же вам математикам классически и физикам классически образованным, это, наверное, известно, да, способ доказательства. Если, возьмем самый краткий промежуток времени, допустим, наносекунду, и множество, и причем конкретное, вот, конкретная наносекунда, вот, и до. Вот она началась, и она кончилась. То есть, каково там количество видов или типов событий? Ну, явно оно малого. Там какие-то атомы, вот, атомные, химические, да, возможные. Расширим ее до 10 минут, существенно больше, правильно? До тысячи лет и так далее, бесконечность. Она будет бесконечно увеличиваться. То есть, состав видов событий, которые были невозможны на конечном промежутке времени, при расширении, ну, это уже нельзя промежутком назвать, но при расширении его на бесконечность, мы получим тот результат, что в бесконечном времени множество событий, возможно, включают все мыслимые события, да и, впрочем, и немыслимые тоже. И уж, по крайней мере, то событие, которое мы можем помыслить, оно к нему на бесконечном времени с необходимостью принадлежит. Тут такая смешанная проблема. Нет, нет, не так. Не доказано? Нет, смотри, дело в том, что так можно было бы рассуждать, если речь шла не о невозможных событиях, а о событиях с нулевой вероятностью. Слава вероятность. Не о событиях с нулевой вероятностью. Вот если, вот, то есть, это не синоним. То есть, если есть ли события невозможных, вероятность... Нет, мы же говорим, это же не хилология. Если событие невозможно, вероятность его равна нулю. Но если вероятность события равна нулю, это не значит, что оно невозможно. Причем? Ну, потому что, вот, скажем... Да, это тоже так, да. У тебя, допустим, какая-то случайная величина принимает значение всех чисел от нуля до единицы каких-то случайным образом. Принятие каждого конкретного значения вероятность его равна нулю. Да. Потому что... А, ну, консистуально, да, бесконечно. Но, тем не менее, это событие возможно. И, как бы, если действительно вот такого сорта события возможны, но с нулевой вероятностью, тогда мы распространяем на бесконечное время, так сказать, мы их, да, получаем их, как бы, какой-то конечный-конечественных реализаций. Но если событие принципиально невозможно, скажем, запрещено законами природы, то хоть ты там растягивай там до бесконечности... Если у тебя берется кусок от нуля до единицы, ты берешь, там, число там, π разделить на 3. Нет, на 4. π на 4. И у него вероятность равно нулю, что ты на него попадешь в пальцы. Но, тем не менее, оно, как бы, возможно. А тебе представь число 2 или то же самое π. Оно не укладывается промежуток от нуля до единицы. Поэтому оно вообще принципиально не укладывается, да? Так вот, потому что оно промежуток не укладывается. Когда и говорить о вероятности нельзя. Вот чем дело. Когда и говорить о вероятности нельзя. события которые даже не предполагаю о том что если какая-то вероятность в отношении да потому что вероятность некая мера на чем-то отнесение ко времени это как ноль и отсутствие даже нуля медаль сама по себе мера это мера просто мере не все на камеру некая мера стасов говорит что семеро у нас что называется обычная то мере любого счетного множества а почему вы так ну вот так вот устроена вот так вот устроена эта штука равна нулю да вот а и события невозможные например то что двойка никогда не попадет в интервал от нуля до единицы никогда не попадет сколько не старайся поэтому она просто реально не будет сейчас оперируешь и стас стоит тоже вы оперировали идеальными конструкциями чем в виде чисел нет но мы остались лентами числа придумал пример для того чтобы показать что вероятностный подход и что вероятно вероятность вероятности нулевой вероятности и невозможность это не одно и то же вот что что он наисты что предложил он просто просто предложил пример это вот сейчас появилась мода такая я ее знаю что что законы классической физики они не выполняются ну как как грубо говоря тоже с определенной вероятностью вероятностью равном единице то есть невозможная ситуация если подкину мячик и он улетит на луну с точки зрения классической физики это просто невозможно невозможно и все а с точки зрения нынешнего подхода вероятности этого ничтожно мало ну так то в сущности может быть там молекулы все рядом газа там воздуха ударит в него во все стороны он улетит я потому что я помню смотрел задачи поля для по олимпиаде для школьников по физике и там вот именно такая была задача определить вероятность что ваши молекулы разберутся и соберутся на титане да и это и там было давно решение она очень мало ну вот это вот такой поэтому подкинутый мячик он улетит на бесконечное время не причем возникла действительно вот эта профанация появилась этот вероятность не похожи подход всем эти вероятности подходом они подходят и как молотом и везде размахивают так чтоб ищем какие-то милые растения это могут имена дать но это не но так так можно но у тебя нет никакого никакого основания игнорировать невозможные события но они невозможные но они могут не повидались или невозможные события невозможные события превратить в события sweetheart who эти невозможные события, события в нулевой вероятности. Но это не всегда так. Точно так же для любой системы по НКР. Если она находилась в состоянии А, то ясно, что она снова будет в это состояние. Близко, сколько угодно близко. А вот если она никогда не находилась в состоянии А, просто физически в него не могла попасть, то она в него никогда и не попадет. Ни с какой-то невероятностью, а просто сама по себе. Сколько бесконечности времени не будет, у тебя этот маятник математический, он будет колебаться, что-либо еще. Но вот твои любимые фигуры риса жопит, да? У тебя вот этот маятник двухмерный, он иногда проходит через какую-то точку прошел. Если это система... Нет, у там-то был синус квадрат х плюс... Система, подожди, пример тебе. Система, значит, вот этой ситуации. И ты отлично знаешь, что у тебя пройдет какой-то промежуток времени конечный, у тебя опять маятник пройдет через эту точку. Да, точно так, да. В этом и говорит теорема Панкарея Возвращений, что всегда для любой самой ненормальной точки, или самой сложной, скажем, фигуры риса жопит, которая вот там так колеблется, всегда найдется такое время, когда она пройдет либо в самую точку попадет, либо в условно близкой окрестности. Но есть такие штуки, куда, например, в маятник попасть никогда не может, например, он ограничен, вот его колебания, сферы равной его радиусу. А, например, за период за два радиуса этот маятник никогда не попадет. Вот не попадет он в другие состояния. Он и раньше в этом не мог быть, и снова в состоянии, в котором он был, он тоже не мог быть. Вот в чем проблема. Я эту проблему узнаю, что на квантовой механике появились вот эти вероятности, весь народ сильно возбудился, и теперь пытается мыслить вероятностным, я и сам так решен иногда, вероятностным способом ко всему миру. Так я бы на самом деле от этого возбудился, я несколько ночей не спал. Нет, я не знаю. У меня такое получилось. Я такую штуку знаю. И в результате потеряли вот это самое понятие невозможности как таковую. Понятие невозможности. Этот разговор очень близок к разговору... Так и я. ...сеологическому. Вот сейчас мы, когда разбирали статью товарища Сталина, у тебя правда, это не истина, это не разновидность лжи. Это коммунисты-большевики думают, что есть одна ложь, есть вторая ложь, третья ложь, а правда это не истина, это разновидность лжи еще одна. Но это не так. Это не так. Товарищи-большевики во главе с Максом, Энгельсом, Лениным, ну, и коммунистами. Но Макс не был больше. Я понимаю, я сразу же понял, что именно вы, именно сейчас мне приведете это такое. Поэтому я сказал, что коммунисты-то. Что коммунисты-то. Они думали, что есть у тебя разные возможности истины. Разная истина. Одна у одного строй, вторая у другого, а третья единственная верная. Товарищи Сталин. Это вот такова ситуация. Но ложь, правда не является разновидностью лжи. Вот к сожалению. Невозможные события, это события не невероятные. К сожалению, так. Ну, то есть нельзя теорию вероятности относить к невозможным событиям, да? Да, нельзя. А к бесконечности. Это второй слабый момент. Тот же пример, это с подкидыванием мячика. Это можно рассматривать, но вероятно здесь нет. У нас есть простая механическая система. Вот мы живем в простой механической системе. Мячик подкинули, он никогда в классической механике, никуда не уйдет. Есть сила гравитации, да? Да, с жесткой силой гравитации. То, что ребята там придумывают, давайте-ка у нас... Так это они не придумывают. Так все равно на бесконечности так произойдет. Так, давай... Все молекулы воздуха... Воздуха, наверное, да, они вот ее... Закрунят. Толкать, 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 затолкают. Ну, бесконечности это с необходимостью произойдет, Игорь. Ну, в том-то и дело. Вот, по крайней мере, с мячиком и с молекулами газа... Я хочу сказать, что это штука с этими, с молекулами... Что, каким образом? Ну, если они хаотично двигаются, когда-нибудь они сложатся. Это вот это... Это бесконечное время. Это не очень много. Это бесконечно. Они сложатся, но не сложатся, а в тот самый момент, когда... Ну, векторай их сложатся. Нет, им нужно мало того, что сложится, им нужно сложиться в тот самый момент, когда будет мячик брошен и не будет лететь... Да, именно в том месте, когда он оказывается вот в данном временном среде. На бесконечности это случится. Причем они будут сопровождать его. Эти молекулы должны как бы пересилить силу тяготения. Пересилить, которая запрещена. Вот, и смотри, причем они будут сопровождать эти молекулы, этот мячик со своими толчками. С сложными векторами. С поверхностью Земли до поверхности Титана. Так будет. Пример не очень хороший. С мячиком не очень хороший пример. С мячиком почему? Потому что здесь комплекс таких невероятных событий, которые укладываются в возможности вероятности. В бесконечном времени нет невероятных событий. Нет, я имею в виду, что... Такие условно невероятные события. Сборка условно невероятных событий. Как бы, да, вот в примере с мячиком, но в примере с мячиком, как бесконечное время, к абсолютной форме это, по-моему, очень сложно. Бесконечное количество раз мячик, будучи подброшен, окажется сопровожден сложными векторами всех. Нет, ну еще раз, у тебя с вероятностью, понятно, о чем говорит другой Олег. Олег говорит, что у тебя в любом случае вероятность нормирована на единицу всегда. Поэтому, если она даже будет... Так поэтому я и говорю не о событии, не о множестве событий, а о множестве типов и видов событий. Нет, если она нормирована на единицу, у тебя все равно даже маловероятное событие, раз она нормирована на единицу, она будет невероятным событием, всегда, даже на бесконечности. Вот в чем дело. Еще раз, вообще-то не считаю. Ничего нет, почему? В том, что, в смысле, выходит блондинка, да, и она может кого-то встретить. Или не встретить. Да. Значит, она, это говорится, какова вероятность ее встретить, значит, динозавра. Ну, вообще говоря, близка к нулю, на бесконечном периоде, бесконечное количество раз блондинка выходит. Она встретит бесконечное количество динозавров, правильно? Да почему? Если мы изначально знаем, что динозавры вымерли, их нет. Их на сегодня, на момент уже нет. Мы уже не о том. Но проблема ее состоит, что вероятность, это как бы отношение вероятности встретить динозавра к множеству всех событий, множеству всех событий. То есть, ко всем ее выходам из дома. И она все равно, у этой блондинки, она будет рано на нулю встретить динозавра. Ясно, что она встретит их бесконечное количество раз. Но выходить из дома, она будет в бесконечный раз и в квадрате. Точно, как я тебе это сказал. Понятно? А, ну это мощность множеств будет разная, да? Да, это мера, потому что так устроена. Она у тебя нормирована на какое-то число. Но это неравномочные множество, так что ли? Нет. Неравномочные? Они в данном случае равномочные, к сожалению. Они, к сожалению, сейчас равномочные. Ну просто их отношение, отношение и количество всегда будет как бы... Это знаменитый парадокс, известный как парадокс Зенона. Ну, черепаха, да. Да, когда Ахиллес бежит за черепахой, и он, как ни странно, рассуждал именно как ты. Поскольку они бегут бесконечное количество времени, то он его никогда не догонит. А, так я в языковую ловушку не попал. Но на самом деле отношение двух вот этих бесконечно мелких событий между скоростью черепахи и скоростью Ахиллеса, оно имеет конечный предел. В случае плодинки этот предел равен нулю. А в случае Ахиллеса-черепаха он как-то конечен. Поэтому Ахиллес догонит черепаху. Догонит. Это тот же способ, ты же нам демонстрируешь, тоже способ обращения с бесконечностью, которому взрывал Зенон. Ну и потом, если вот пример с мячиком, который там может куда-то на Луну подлететь, ну это, допустим, можно считать, что там какие-то молегулы могут сложиться, то есть там исчезающая малая вероятность существует этого. Но есть же просто абсолютно невозможные события, скажем там, какой-нибудь процесс с нарушением закона сохранения энергии. Это невозможно. Почему? Ну как, ну потому что невозможно. Нет, ну когда-то был запрет на... Это не запрет, запрет наизменивался. Ну это как бы системы. Был закон сохранения мозга. Это как бы как бы... Ну основной, чем физика, а химия. Я же об этом сказал, говорю об этом, значит. Это ситуация. Что у тебя есть механическая система, в которой есть земля, гравитационный объект, есть мячик, и никогда она из нее не выйдет. Вот она сама по себе так устроена. А ты взял, ну эти умники, которые школьные датчики придумывают, они взяли эту систему механическую, простую, и дорисовали. Там молекулы прыгают, они кого-то там пинают, вот эти самые молекулы, и мячик полетает на дитам. Ну то есть какую-то молекулярную дитам? То есть они взяли, переписали саму по себе систему. Они вместо одной задачи начали как бы решать другую. Две задачи. А на самом деле они занялись только по блогам. Нам попросту. Ведь всегда же... Ну я не вижу... Не только экспериментарий. Только бактериоредукция, да? Потому что они эти две, чисто механическая, классическая, ньютоновская, и термодинамическая, с этими спинающими мячик молекулами, это то и то способ описать как бы реальность. Ну, Игорь, ты сейчас говоришь о трансцендентальной разнице. Нет. Ну, которая существует только в сознании. Только не трансцендентальной. Ты говоришь, что там... А сущностная... В реальной вселенной, Игорь, в реальной вселенной любой реальный объект, он является как объектом термодинамическим, так и механическим. И квантовым. Я нашел способ, как раз и навсегда, вот прям сразу положить крест, так сказать, на вот этой гипотезе. Значит... Нет, у меня гипотеза какая? Бог есть. Нет, я понимаю, вот... Ну вселенная... Ситуация с мячиком. Мы представляем, что мячик бесконечное количество разу должен был подброшен, чтобы где-то в каком-то из этого ворзова он улетел куда-то в космос. Но мы-то должны представить бесконечное количество миров, в каждом из которых будет один раз подброшен мячик. Да? Как бы... Но это тоже трансцендентально. Нет, в том смысле, что... Ты говоришь, что... Должны представить. Всякое, даже невероятное событие, оно даже возможно, что оно может произойти, это если оно будет пытаться произойти бесконечное количество раз. Оно может быть, если оно даже самое невозможное, если даже вдруг пойти навстречу Евгению и представить, что оно возможно, то оно же возможно не так, что он будет постоянно, эта возможность будет актуальна таким образом, как бы, правильно? В бесконечном времени она будет актуализирована... Нет, ну вот мячик-то... В случае с мячиком... В случае с мячиком разве... В случае с мячиком разве ему бесконечное количество раз его подбрасываем? подбросов так нам на смену придут бесконечная но как раз таки не нужно это предполагать потому что как бы нет ситуации того что что-то бесконечное количество раз проверяется чтобы найти хотя бы а потому что не мы здесь сначала вы пытаемся вязать и реальность некоторые действительно а вот потому что я не закончил потому что я и не собираюсь ничего навязывать не только на смерти сне смотри погоди погоди там так что и навязывая я же до конца то не рассказал там дальше я сам против этого то есть поскольку события ну тип событий уничтожение вселенной принадлежит множеству всех событий вот и потенциально возможное количество их реализации за время прошедшие от минус бесконечности до текущего момента могло составлять бесконечное но а поскольку события уничтожения вселенной для уничтожения вселенной достаточно одной реализации то вселенная уже уничтожена вот но мы фактом своего присутствия свидетельствуем о наличии вселенной таким образом вселенная сотворена вот и она конечно поэтому действительно мячик не улетит потому что раньше произойдет при битва при раньше произойдет армагеддон вот раньше чем улетит первый самый мячик раньше произойдет армагеддон и нас все-таки появляется раздался трубный глаз и мы предстанем пред судьей как с этим уничтожение вселенной уничтожения жизни теоретически может быть все на бесконечном времени существовало все время то как она может уничтожить она не может превратиться в ничто материя не может почему не на бесконечном на бесконечном это запрещено законами на бесконечности закон сохранение энергии все знали вот это ломоносова луазье закон сохранение массы чем химию от физики отличается но сущностно закон сохранение энергии связан с фундаментальной симметрией поиски по отношению во время отношения событий законов во времени есть и сколько времени это наблюдается ну же не считает что будет есть такие такие промежутки на бесконечном времени если на вселенной в которой язык он своей энергии и старая который закон сохранение импульса есть такая а я согласен с какой точкой зрения отчасти с какой ну вот который был озвучен а ну ну может и все время было не так как было сформулировано я тогда до следующей пасхи думать буду дальше думать о направлении твои твоих мыслей в чем она будет включаться я хочу доказать отварность вселенной что 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 тварность вселенной ну предположение смотреть если она не тварно ни кем не создана то она вечно ну как по-другому может быть по-другому конечно может это все наши интуиции мы просто покоимся на каких-то априорных наших интуициях мышления и поэтому мы не как бы здесь вообще у нас нет никакой твердой почвы под ногами чтобы это самое как какие то делать в целом не очень понятно что это такое не на бесконечном времени мы можем поговорить о вселенной всего но есть вот ты пальцем ткни в небо вот ну просто придумай чего угодно и на бесконечном времени это произойдет это не несколько низко не так Есть же антиномический подход Канта, который говорит, что есть антиномии, одинаково можно доказать начало и конечность Вселенной во времени, и точно так же можно одинаково доказать и бесконечность Вселенной во времени, и то, что до этого существовало бесконечное количество времени, и после... Не, но Канта рулетки не играл, и про вероятность, по-моему, еще не знал. Но здесь это дело не про вероятность, это он способ такой, что когда мы живем в своем подручном мире, то мы, используя свой инструментарий в своем мире, когда мы пытаемся применить этот инструментарий к трансцендентным сущностям, выходящим за пределы нашего опыта, то разум неизбежностью попадает в антиномию. Вот это точно так же, поэтому когда мы работаем с механикой в ее предметной области, мы работаем хорошо, когда мы работаем с термодинамикой в ее предметной области, мы работаем хорошо, но попытка применить термодинамику, механику, чего-либо еще, к началу миров и кормагеддону, а также к динозаврам с блондинками, она должна приводить к антиномию, с точки зрения. И потом, Женя, у тебя получается, что ты утверждаешь, что на бесконечное время не может совершиться все, что угодно, в том числе запрещенные законы сохранения энергии и тому подобное, но если можно запрещать за эти все, что угодно, это уже значит, что как бы Бог есть. Да? Ну потому что Бог все может, да? Вот именно про это, да? Ну это, ты уже, ты знаешь, ты уже, то есть ты уже в начале своего рассуждения предпослал, ты же, что Бог есть, ты из-за А наказываешь А. По сути. Предвосхищение основания называется, да, логическая ошибка. Как? Предвосхищение основания. Вот именно об этом, Игорь, я почему, я бы не стал, что все это рассказывается. Игорь в прошлый раз сказал, да, в прошлую субботу, а я посмотрел и очень обрадовал, что Бог общается с нами или не общается, а свидетельствует о своем. Слабый Бог, это была попытка сделать слабого Бога слабого. Вот, и у меня попытка сделать слабого Бога, да, развить... Ну, здрасте, но он же совсем не слабый. Ну, он по-другому сделает. Нет, тут самое интересное, смотри, этот слабый Бог на любом, сколь угодно протяженном, он слаб, на любом, сколь угодно протяженном, в целом отрезке времени. А всемогущественным... А на бесконечности он могучен, да, именно... То есть это тот же самый, твой слабый Бог. Да, осталось такое, что слабый Бог появляется заложником бесконечного времени, да. Потому что его бы не было, если бы времени не было бы бесконечно. Следовательно, Бог существует во времени, да? Нет, вот здесь еще Александр Кулдачев, когда он говорил о темпоральности, а и об абсолютном субъекте, да, или наблюдателе. Ну, для минимального... Это для него все время и ничего не пространство. А для абсолютного наблюдателя все пространство и ничто не время. Ну, вот так вот у Булдачева. И, естественно, может быть, та инстанция, которую Александр Булдачев называет абсолютным ненаблюдателем, да, как это, абсолютным объектом, да, у него, по-моему. Ну, для которого все пространство, но ничего не время. То есть времени нет. Вот Бог именно таков, да, у него времени нет. Он вне времени, для него все пространство. Ну, это тоже предмет следующей дискуссии. Да, ну все, я закончил. Ну, да, хлопает.